МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный состав 63-го региона богат и разнообразен. На территории Самарской области проживают представители 157 национальностей. На протяжении многих лет администрация городского округа Самара оказывает поддержку национально-культурным общественным объединениям. Это и методическая поддержка, и консультативная поддержка. И, учитывая условия пандемии 2020 года, на первое место выходит информационная поддержка. И серия видеофильмов, которые запланированы администрацией городского округа Самары, совместно с руководителями, активистами национально-культурных центров и телеканалом Самара ГИС, как раз и направлена на то, чтобы оказать максимально эффективную поддержку в информационном поле нашим национально-культурным лидерам, нашим общественным объединениям, с тем, чтобы расширить круг почитателей, ценителей национальной культуры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомство с культурой армянского народа начинается с национальной кухни. Процесс приготовления определенных блюд довольно сложный и продолжительный. Поэтому иногда мастерицы тратят на кухне не один час, чтобы порадовать близких и гостей. Знакомство с культурой армянского народа, чтобы узнать народа, надо посмотреть на кухню народа и на культуру народа. На сегодняшний день мы рады будем делиться с нашим творческим коллективом, которые будут танцевать, показать культуру свою и очерки кухни нашей, как готовится и как в готовом виде будет. Наш народ исторически прожил 36 губерний. И каждая губерния имела свои способы приготовления продукта и, можно даже сказать, свое направление в культуру. И таразы свои. Мы сегодня хотим, молодежь, которая растет здесь, чтобы они изучали, знали армянскую культуру, и армянскую кухню. И можно даже сказать, что бит и местопроживание народа, это тоже диктует, какая кухня должна быть у народа. В нашей армянской кухне можно отметить следующие, как в очерке, еда у нас должна была, как так у нас было всегда там, жарко, должна была долго храниться. У нас пекли лаваш тонкий. Это, можно сказать, диетический продукт, без особого дрожжей. И лаваш можно сохранить месяцами в сухом виде. То же самое гата у нас на столе. Гата тоже долго хранится. Ну, двумя словами, так можно объяснить, откуда у нас разнообразие этой кухни, и почему именно вот такая кухня у нас. Мы сегодня будем готовить армянское национальное традиционное блюдо, карабахское блюдо, называется оно женьгялюбхац. Само блюдо испокон веков уже готовится во всех наших семьях. Считается простым блюдом, потому что его готовили в деревнях по весне, в основном, когда трава и зелень только начинала прорастать. Женьгялюбхац в переводе с армянского означает хлеб с травами. Готовят блюда обычно всегда большими порциями. Хоть рецепт и простой, но процесс становится довольно трудоемким. У армян есть даже поговорка «Мир, дружба, женьгялюбхац», потому что собирается вся большая семья. Одни женщины замешивают тесто, другие рубят зелень, а третьи жарят. Для этого нам нужно взять муку, смешать ее с водой в равных пропорциях, чтобы тесто не получилось сильно упругим, но при этом мы могли сформировать потом клуб. Чтобы тесто было пресным, нужно добавить щепотку соли и столовую ложку растительного масла. Рецепт, он остается неизменным? Да, в основном неизменным, да. Единственное, что меняется от времени года, от местонахождения, это начинка. В нее входит от 10 до 20 трав. В основном, конечно, это должны быть какие-то горные наши травы, но так как мы находимся в России, мы стараемся максимально использовать все травы, которые сейчас есть. И самое основное – это не переборщить со вкусами, чтобы вкус, например, вот у кинзы очень явный вкус, нам нужно пропорции всех хорошо соблюсти. По-настоящему обязательным для этой выпечки считается только две разновидности зелени – кацмыцук и ханзмыцук. Правда, растут они исключительно в Армении. После того, как тесто замесили, его оставляют на 30 минут, а после раскатывают и формируют лепешки. После того, как мы раскатали лепешку, нам нужно будет добавить нашу начинку, в которой разные смеси зелени. Мы ее добавляем в середину лепешки. Немножечко солим именно эту часть. И совсем немножечко добавляем растительного масла. Затем начинаем собирать нашу лепешку с середины к низу, соединяя и кверху. Далее мы делаем вот такое движение, чтобы придать форму самой лепешке. Также переворачиваем и еще разочек ее прижимаем. Конечно, в деревнях и на природе это все печется на тандыре, либо на мангале, положив специальное железо. Также мы это делаем и здесь. Но когда это происходит на обычной кухне, то можно, в принципе, на плите без масла, на раскаленной плите по 10 минут с обеих сторон. На сковородке, да, без масла. У нас получаются такие лепешки. Это сейчас мини-лепешка, они, конечно, большие. Еще очень часто кладут туда кислинку какую-то. Например, это пастила русская, либо сушеный кизил. Без косточек, посыпается тоже в начинку, но это по вкусу. Едят джингя-лепат сразу с огня, потому что вкусовой букет зелени полностью раскрывается только в горячем виде. Армянская кухня разнообразна и питательна. Еще одно традиционное блюдо – долма. Долма – традиционное армянское блюдо, которое из себя представляет голубцы, то есть фарш, обернутый в виноградные листья. Как же приготовить фарш? Это смесь свинины и говядины, приправы по вкусу, зелень, рис. Виноградные листья моей бабушки, например, собираются в Армении и отправляются прямиком на наш стол в России. Что же из себя представляет процесс сборки? Кладем виноградные листья перед собой, немножечко фарша, по усмотрению количества мяса. Заворачиваем с двух сторон, закрываем и мясо оборачиваем. Голубец готов. Кроме кухни, особое место в сохранении традиций армянского народа занимает культура. Вот уже 12 лет в Самаре существует национально-культурная автономия «Наири». Здесь детей учат танцевать, петь, читать стихи. Постепенный рост участников объединения позволяет принимать активное участие в деле сохранения языка, культуры и народных традиций армянского народа. Молодежь организовывает благотворительные проекты и вечера. Мы провели вместе с Дианой фотопроект «Мы зерна граната». Этот проект ориентирован на усиление национальной идентичности армян, проживающих в городе Самара. Таким образом, мы предлагаем людям, армянам, почувствовать не только колоритность и самобытность армянской культуры, но и получить памятную фотографию в такой красивой форме. Самое теплое и светлое для меня то, что со всеми детками, которые находились под моим попечительством, мы общаемся. И я вижу четкую разницу в детях, которые занимаются культурой, и в детях, которые не причастны к культуре. Они более тепло отзываются о своей родине, их более заботит состояние их родины. Они больше думают о своих родных, даже можно сказать. Думаю, что армянский танец, как и все, что есть в культуре, воспитывает и дисциплинирует любого ребенка. Думаю, что армянский танец. Думаю, что армянский танец. Думаю, что армянский танец. В Самарской области проживает свыше 20 тысяч представителей армянской национальности. Ежегодно творческие коллективы принимают участие в городских и областных праздниках. Правда, пандемия внесла свои коррективы, поэтому сейчас все мероприятия ушли в онлайн. При поддержке администрации городского округа Самара проводятся интернет-праздники. В нынешний 2020 год действительно вся страна столкнулась с пандемией новой коронавирусной инфекции. И в этих условиях необходимо использовать новые методы, новые формы для того, чтобы продолжить ту деятельность по сохранению языка, культуры, национальных традиций, которой славна наша многонациональная Самара. Руководители национально-культурных центров в этом году действительно стали делать мероприятия в формате онлайн. И если мы посмотрим на аудиторию, на то количество просмотров, которое было после проведения этих мероприятий, как в режиме реального времени, так и в записи, то мы увидим, что есть положительные моменты. Количество посмотревших гораздо больше того общего количества присутствовавших на мероприятии зрителей, которое было у нас в 2019 году. Поэтому действительно в нынешней непростой ситуации перед нами открываются новые вызовы, но и предоставляются нам новые возможности. Потому что тяга людей друг к другу, к познанию культуры осталась неизменной, а может быть даже стала еще больше и сильнее. И поэтому сегодня здесь мы открываем серию видеофильмов о национальных культурах, о культурах народов, которые проживают в многонациональной Самаре. И не знаю, что это было, но и не знаю, что это было. Ашхар, в Тунерс, в Керинем Каменам Айспез. Редактор субтитров А.Семкин